Зъявление на экономичной карте Советского Союза завода «Гомсельмаш» выпадковостью не было. Повысить добробыт населенство в той час можно было только за кошт худкого забеспечения везки новой техникой и прогрессивными технологиями по выросшиванию и перепросованию сельско-гасподарших культур. У соковику 1928 года у Гомель начали приезжать первые будунники нового предприемства, а на приконце липеня того ж года отбился митинг, присвященный закладцы первого каменя у подмурок сборочного цеха. Але офицейной даты нараджения «Гомсельмаша» лишится 15-я кострышника 1930 года, коли на заводе побудовали литсейный цех, что дозволило вырошить иснуючие в острые проблемы с недохопом металлу и створить полновартосную вытворшесть. Сегодня «Гомсельмаш» забеспечивает с ужасной сельско-гасподаршей техникой не только Беларусь, але и житявляя поставки у Россию, Казахстан, Армению, Молдову, Таджикистан и навод Зимбабве. Сейчас конвейер работает с колес, техника востребована, и на сегодняшний день расписан уже весь пакет заказов до Нового года. Буквально ноябрь, декабрь – это второй пик, когда начинает реализовываться техника, потому что с апреля и с мая месяца многие уже начинают работать в полях. У Народного музея боевой и прационной славы акционерного творства «Гомсельмаш» – вся 90-годовая история. Причем, это не просто экспонаты, а нагадывание об традициях предприемства и людях, яких на «Гомсельмаш» называют самым головным капиталом. Дарыш, сегодня у музея заховываются 8 книг памяти об лепших работниках завода. И еще одна – об прационниках, які мают звание «Заслуженный работник Гомсельмаша». Человеку, когда присвоили звание «Заслуженный работник Гомсельмаша», когда он уходит на «Заслуженный отдых», ему платится 100% тарифной ставки. И человек практически получает вторую пенсию государственную. Вот какой очень хороший стимул продуман нашим профсоюзным комитетом и нашим руководством. И я думаю, что они в этом не ошиблись. У нас сегодня таких людей 60 человек. Дякуючу разуму и таленту машина «Будунюка» сёня «Холден Гомсельмаш» уваходить у пятерку сусветных лидеров по вытворчасти сельской асподаршей техники. У 2018-м тут почался выпуск первого в свете комбайна на газомоторном палеве. Лето сасвоили вытворчасть косилок для уборки рысу. Сё лето проведено приемочное выпробование комбайна нового классу, призначеного для фермерских асподарок, а так само аграры у широкого краин Азии и Африки, які працуют на невеликих палетках. Безусловно, новая техника будет производиться. На сегодняшний день мы показывали на агросалоне новую машину 3321 с двигателем Stage 0 производства компании Cummins. На сегодняшний день мы выпустили сегодня в поля экспериментальный образец новой модели КВК-800. Она оснащена дополнительными опциями, системой пожаротушения, улучшенный интерьер кабины, полный привод, складная жадка. Эта модель полностью соответствует всем европейским нормам, всем европейским критериям. И она более чем конкурентна не только на рынках России, Казахстана, Украины, а в том числе и в Европе. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампания Гомель.